Доброе утро! Это программа Медиаполис. С вами Юлия Якушева. О самом актуальном и интересном информационной повестке за минувший день прямо сейчас. Главный материал свежего еженедельника «Новый компаньон» посвящен бизнесу. Точнее, законодательным изменениям, внесенным в 2016-2017 годах в законы о банкротстве и обществах с ограниченной ответственностью. Они связаны с субсидиарной ответственностью реальных собственников, юридических лиц. Их уже называют контрольным выстрелом в бизнес. Целью изменения было пополнить государственный бюджет за счет привлечения к финансовой ответственности учредителей и серых кардиналов бизнеса, выводящих средства банкротящихся компаний. Так, наиболее интересным в новом законодательстве стало, по мнению бизнесмена Мартина Мартиросяна, введение понятия «выгодоприобретатель». Помимо руководителей к субсидиарной ответственности могут быть привлечены организации и лица, которые являются выгодоприобретателями, если удастся доказать, что должник действовал в их пользу, рассказывает юрист. Как скажется эта мера на добросовестных предпринимателях, пока не известно. Соленые уши пишут о том, что Татьяна Миролюбова все-таки будет работать с депутатом на освобожденной основе. Фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение в ЗАГС собрания законопроект об увеличении числа депутатов, работающих на освобожденной основе с 21 до 24. Согласно регламенту из трех вакантных мест на должность профессионального народного избранника, две должны достаться членам «Единой России», одна справедлива Россу. Однако есть нюанс. По данным телеграм-канала, одну ставку от единороссов получит Татьяна Миролюбова, а вот другую по решению фракции могут передать любому другому депутату. И это будет не единоросс, а, скажем, Игорь Орлов, пишет соленые уши. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире.